Матч пятого тура чемпионата по мини-футболу в российской суперлиге между Политехом из Петербурга и Московской Диной по взаимной договоренности клубов прошел в спортивном комплексе Новгородского университета. Эта современная спортивная арена построена не так давно по всем международным стандартам. Так что игроки обеих команд провели два матча в довольно комфортных условиях и могли при этом в свободное время познакомиться с достопримечательностями древнего русского города. Для одного из лучших мини-футбольных клубов сезон начался с побед. Дина дважды обыграла «Прогресс», а затем новую генерацию. А вот в следующих четырех играх против Синары из Екатеринбурга и Газпрома Югры москвичи набрали всего одно очко. И это помешало, конечно же, Дине подняться в турнирной таблице выше шестого места. У Политеха после четырех туров было две победы и шесть поражений, пока одиннадцатое место в чемпионате. В первом матче ни одна из команд не имела явного преимущества. Обе обменялись голевыми результативными атаками. У Дины отличились Алимауа, у Политеха Ильнур Исламов. После перерыва москвичи сумели забить быстрый гол. Он на счету перешедшего в Дину в межсезонье из Синары Дмитрия Прудникова, который, кстати, на протяжении трех последних сезонов был в числе лучших игроков российского чемпионата. Далее футболисты клуба из Москвы имели голевые моменты, но не могли их использовать. Политех же мог сравнять счет, однако пропустил еще. И как потом отметил на пресс-конференции главный тренер команды Евгений Пуваев, как раз этот гол в какой-то мере и надломил игроков. Даниил Кутузов и Николай Мальцев установили же окончательный счет 5-1. Послабились за то, что не хватило в какой-то определенный момент концентрации. И это сыграло с нами злую шутку. И мы пропустили во втором тайме быстрый гол. И потом у нас мы не забили, Дина забила. И в нужный момент, играя 5-4, мы имели пару шикарных возможностей сравнять счет. Но не использовали их, и Дина забила нам. На послематчевой пресс-конференции наставники команд оценили действия своих подопечных и сам результат матча. Я считаю, что мы сегодня сыграли довольно-таки убедительно, владели инициативой, создали огромное количество голевых моментов. И мы заслужили победить. Начало второго тайма мы провалили. Может быть, Дина забила, правда, тяжело сказать, будем смотреть, разбираться. Но начало тайма было за Дина однозначно. Пропустили два гола, наверное, не из тех, которые должны пропускать. Могли пропустить другие, но такие мы не имеем права пропускать. Второй, третий. Ну и согласен с коллегой. Четвертый мяч, наверное, стал окончательно. То есть определил результат матча, забей мы в эпизоде 3-2, наверное, еще была надежда. И, в принципе, было достаточно времени для того, чтобы это зацепиться. Вторая игра, на которой, кстати говоря, как и на первой, присутствовало немало болельщиков из Санкт-Петербурга, началась с обоюда острых атак. Уже на первой минуте футболисты и одного, и другого клуба имели реальные шансы для взятия ворот. Просчеты в обороне дали о себе знать, и все футболисты старались потом обезопасить свои ворота. Им это удавалось до шестой минуты матча, когда снова, как и накануне, отличился футболист Дины Николай Мальцев. Счет мог увеличить Евгений Мишарин, но не использовал почти стопроцентный голевой момент. Политех несколько раз ответил, но забить команде так и не удавалось. А на 20-й минуте тот же Дмитрий Прудников сумел поразить ворота Политеха. И уже через минуту, даже обыграв вратаря, умудрился попасть в танк. Однако Роман Гловацкий вскоре забил еще мяч 3-1, и при таком счете первый тайм закончился. В начале второго тайма игрок Политеха Федоров на третьей минуте вернул интригу. Тут вряд ли кто-то взялся бы предсказать итог матча. Там и у Дины были возможности забить еще, и Политех мог отыграться. Но переломить ход игры в пользу своей команды сумел за 5 минут до конца встречи все тот же Дмитрий Прудников. Политех несколько раз в концовке встречи менял вратаря на полевого игрока, и иногда довольно острые розыгрыши могли привести к забитому мячу. Но 4-2. С таким счетом игра и закончилась. Сегодня сыграли качественнее, чем вчера, надежнее, и имели очень много шансов в контратаках, да и в позиционной атаке тоже имели шанс. Просто, наверное, пока нам не хватает мастерства, чтобы реализовывать свои моменты. Дина нас наказала за малейшие же ляпы, нас сразу наказали. Не очень понравилась сегодня игра. Она была очень напряженная. Такие матчи обычно проходят в каких-нибудь финальных турнирах, когда очень важно на результат сыграть. Соперник играл очень аккуратно.